Физкультурой и спортом в столице Хакасии занимается каждый третий, почти 60 тысяч человек. Таковы данные опросы, которые провел городской спорткомитет. Показатель очень высокий, но в ближайшие пять лет он еще вырастет, уверен в администрации. Президент поставил задачу, не менее 55% россиян должны выходить на беговые дорожки, приходить в спортзалы, на катки, заниматься лыжами. Для этого нужна материальная база. Абакан в этом плане активно развивается. В городе возведен масштабный спорткомплекс – бассейн. Проводятся соревнования сибирского и российского уровней. На очереди еще несколько спортивных объектов. Ближайший по вводу в эксплуатацию – легкоатлетический манеж, равного которому за Уралом нет. Здесь разместятся сектора практически для всех видов легкой атлетики. Но главная ценность, конечно, беговой манеж, построенный по олимпийским стандартам. Наши результаты, результаты наших абаканских легкоатлетов, я думаю, что радуют и спортивную школу, и город уже давно. Ну и специализированного манежа, занимаемся мы по трибунам помещений, специализированного манежа нам просто как воздух не хватало. Комплекс колоссальных размеров. Здесь предусмотрены места для зрителей, 40 раздевалок для спортсменов, тренерские, судейские. В одном из секторов уже монтируется универсальный скалодром, на котором можно будет проводить соревнования межрегионального уровня. У него будет как раз элитное, так скажем, лазание на скорость, потому что высота скалодрома предполагается 13 метров. Это скоростная. У него будет отрицательная стена, возможность лазания на трудность, проводить разные маршруты, разные дистанции прокладывать. И плюс, конечно, заниматься болгерингом. Сейчас начато строительство еще четырех крупных спортивных объектов. Центров настольного тенниса и спортивных единоборств, физкультурных комплексов на улице Торосова и в Красном Абакане. Также обсуждаются варианты использования других спортивных сооружений. В частности, ведутся переговоры по передачу города-стадиона «Локомотив». Разработана программа интенсивной загрузки школьных спортплощадок. Главное – вырастить профессиональные кадры и достойно выглядеть перед спортивной общественностью всей страны. Мы возьмем теннисный центр, там будут вплоть до всероссийских соревнований проводиться. Возможность такая будет. Или центр единоборств. Но это не такой вот гигантский спортивный объект, но соревнования регионального уровня по всем видам единоборств там можно будет проводить, потому что там предусмотрены места для зрителей, бличеры и так далее. И легкоатлетический манеж тоже. А легкоатлетический манеж тут хоть чемпионат мира проводить. Новые площади должны вместить всех желающих заниматься спортом. Но если окажется мало, власти города готовы и дальше развивать это направление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова